КУЛЬТ ПОХОД КУЛЬТ ПОХОД КУЛЬТ ПОХОД КУЛЬТ ПОХОД КУЛЬТ ПОХОД потому что, в принципе, работа ведь, насколько я понимаю, все равно у сотрудников не останавливалась, просто все заведения были закрыты для посетителей, поэтому в любом случае процесс рабочий шок. Я так понимаю, мы ждем Краеведческий музей, да? Мы Краеведческий музей сейчас уже подключаем, Артем Маркелов с нами на связи, Артем Владимирович, добрый день. Добрый день. Добрый день, да, директор Краеведческого музея. У нас не очень много времени, Артем Владимирович, поэтому мы сразу с места в карьер. Завтра ваш музей, ночь музеев, как отмечает, что делает, и где можно будет присоединиться к вам? Ну, можно присоединиться на нашей странице ВКонтакте, на нашем сайте. Кстати, рекомендую всем нашим посетителям наших ресурсов не только ограничиваться той программой, которая будет, потому что мы в течение этого месяца вывешивали массу лекций, массу каталогов, которые можно воспользоваться, и, в общем, каждый просмотр любого мероприятия было до нескольких тысяч просмотров. В 18.15 у нас завтра откроется, будут у нас два прямых включения, то есть в 18.15 из главного нашего здания, и в 19.30 это из музея воинской славы, где будет показана демонстрация огнестрельного оружия Великой Отечественной войны и мастер-класс по разборке. Остальное, да, у нас все пойдет. Для мальчиков очень полезная история, мне кажется. А может, и для девочек. Очень полезная для всех. Вот. Затем у нас проходит презентация выставки, то есть и вот с 18.15, и до 23. Там каждые полчаса практически какие-то мероприятия, и презентация выставки нам не забыть победный май в главном здании музея, где и, например, репортаж из нашего зала «Живой природы», и из центра «Диорама», который тоже наш отдел, и там будет презентация композиции «День Победы» и мастер-классов «Мастерист дымковской игрушки». Будет презентация экспонатов в главном здании, и вся программа завершится в 23 часа. Это музыкальным номером из музея Грина. Кстати, в этом году 140 лет, Александр Грина, это тоже отдельная у нас будет программа. Большая программа. Это все позже 8 лет. Так, присоединяться к вам можно ВКонтакте? Да, у нас ВКонтакте группа, пожалуйста, входите, смотрите, и все, что будет завтра, и что было на течение всего месяца. Да, то есть можно, можно архивы посмотреть, и если что-то заинтересует, все это доступно теперь. Это все доступно, можно сказать, кстати, вот Татьяна Сергеевна сказала, что у нас вышел фотоальбом Даниила Федоровича Анохина, от Кирова до Берлина. Скажу, что у нас была подготовлена выставка «Отвятка до Эльбы» на основе этого фотоальбома. Тоже очень много отзывов и благожелательных. И более того, этот фотоальбом, он вышел в поддержке депутата Госдумы Азимова, Рахима Азизбовича. Они разместил этот фотоальбом. То есть, понимаете, как бы события такого российского масштаба к 75-летию Победы осуществлены и нашим музеем, и нашими партнерами. Да, спасибо большое партнерам, спасибо большое Краеведческому музею. Ну, понятно, да, что тема Великой Отечественной войны в этом году, она, конечно, такая основная, да, наверное, проходит такой сквозной нитью через многие, конечно, экспозиции. Да, да. Благодарим. Мы очень ждем, когда мы откроемся, и, соответственно, это уже все будет в режиме общения все-таки с людьми. В режиме живого общения. Но интернет тоже дает новые возможности. Благодарим Артема Маркелова, директора Краеведческого музея. Да, да, переходим к следующим нашим, да. Как, кстати, отнеслись сотрудники к тому, что нужно будет работать в таком режиме, в прямом эфире онлайн? Никто не боялся, не пытался сказать, что, типа, ну, давайте без меня. Это мы сейчас Алексея Торпова спрашиваем. Да, я и сам немножко боюсь, но что делать? До сих пор? Да, конечно, сейчас вот, да, испаренный вот это покрываюсь, поэтому, так говорю, такие форматы, они у кого-то могут вызывать дискомфорт, но, с другой стороны, новые возможности, как многие говорят, открывают. Так что, думаю, что в любом случае все будет хорошо. У нас вчера на связи нет, позавчера были предприниматели, да, которые про своих сотрудников сказали, что тебе прокачали просто, вот, да, скиллы, так называемые. Теперь они знают и умеют больше. Даша Ткачева с нами на связи, руководитель культурного центра «Пятый этаж». Даша, добрый день. Добрый день. Добрый день. Я прошу прощения, что так неформально обращаюсь, но слушатели наши знают, что Дарья наш там большой друг и постоянный гость. У нас не очень много, Даш, времени, поэтому давай мы быстренько сразу же вот погрузим людей в то, чем вы занимались последние полтора месяца, что у вас было и что будет завтра. Так, ну, у нас, так, хочу начать, скажу, начать с того, что ушли мы на такой высокой ноте, как раз в последние дни, там, в начале вот всей этой истории с изоляцией, мы узнали, что были номинированы на премию «Инновация». Это главная государственная премия в области современного искусства, номинированная в номинации «Образовательный проект». И очень этому рады, потому что это, ну, такой сообразный «Оскар» в нашей сфере. Вот. И сейчас еще ждем, как бы, результатов. И вот на этой высокой ноте мы уходим. А когда это будет, пока неизвестно. Пока непонятно. То есть, смотри, не всегда церемония на непонятно когда. В общем, вы уходите на карантин. Мы уходим на карантин, и мы понимаем, что для нас это очень было все кстати, потому что мы на тот момент уже находились в таком состоянии некоторого переосмысления, переформатирования себя, понимали, что все меняется, ситуация меняется, и нам тоже надо меняться. И вот этот вот карантин, эта пауза, она стала для нас очень важной, потому что в некотором смысле, мне кажется, вот большинство организаций культуры в последнее время выходит какое-то вот перепроизводство контента, когда это количество, а у нас даже в Кирове очень много разных мероприятий, одновременно происходили классные события в разных местах города, и это количество не всегда переходит в качество. И поэтому, понимая, что происходит вокруг, и насколько огромна конкуренция сейчас в онлайне, то есть вот как сегодня правильно сказал Алексей Александрович о том, что вот там Дрезденскую галерею, да, Дрезденскую капеллу, то есть я могу пойти и посмотреть, что предлагает мне Дрезденская галерея в онлайне, да, то есть я могу выбрать... Да, в музее мира многое открыли, да, с позиции своей. Да, да, то есть ты можешь посмотреть все, что вокруг, и ты не вынужден оставаться в своем городе, и посвящен только то, что ты можешь физически, ты можешь смотреть все вокруг. Поэтому мы выбрали такой экологичный для себя формат, то есть мы минимизировали наше присутствие в сетях и использовали это время для того, чтобы переосмыслить свои какие-то приоритеты, думать о том, что нам делать дальше, провести определенные исследования по выставкам, которые нам бы хотелось сделать, то есть привести в порядок наши какие-то дела, мысли. И сейчас вот мы как раз находимся в той ситуации, когда мы думаем о том, что делать дальше. Ага, понятно. То есть вы как раз, вы планированием занимались, можно сказать, стратегически. Да, стратегически такое, планирование, переосмысление, потому что очень понимаем, что ситуация изменится. Мы выйдем из карантина не в тот же самый мир. Мы выйдем в какую-то другую ситуацию. Я думаю, что многие люди сидят дома, переоценили свои какие-то ценности, приоритеты. Появилась ситуация большего выбора, как ни странно. Да, то есть я могу... Вот эта борьба за внимание людей в интернете, она намного более ожесточенная, чем она была в оффлайне, потому что нет этих границ. И границ действительно давно их нет. Их давно нет. И то, что вот эта ситуация под пандемией, она только обнажила эту особенность нашего времени, что ты можешь потреблять контент любой, находясь в каком-то одном точке. физически ты можешь смотреть очень многое вокруг. Но наша физическая активность, да, вот раньше, когда мы имеем такую возможность, она нам не давала в полной мере это ощутить. А завтра в итоге чем будете заманивать посетителей? Если вы интернет-пользователи? Или вы завтра стратегически планируете? Да, пятый этаж сам по себе не участвует в ночи музеев, но наше такое небольшое присутствие в рамках проекта инженериума будет. То есть я подготовила небольшую такую мини-лекцию о том, что может быть вместо современного искусства она должна выйти в таком видеоформате. И подготовили ряд вопросиков для викторины. Которые сегодня? Да, поэтому мы, скажем так, мы есть. И вот буквально вчера мы проводили небольшой такой... Я провела лекцию в онлайне, в нашем аккаунте, в Инстаграме. Она все еще там доступна. Говорили про Марселия Дюшана, Фонтан. Мы говорим про самое значимое произведение искусства XX века. То есть мы, скажем так, есть, но вот в таком считающем режиме и для себя, и для наших посетителей, чтобы не перегружать. Потому что самое интересное, мы провели небольшое исследование, прежде чем принять решение вообще делать что-то в интернете или нет. И меня очень удивили эти показатели, потому что всего половина, наверное, наших опрошенных в разных аккаунтах, то есть 50% в среднем, да, готовы с радостью воспринимать новый контент в интернете. А вот процентов, наверное, 30-35, то есть, да, значительная часть, написали нам о том, что они уже утомлены, что они уже устали от этого. Уже хватит, пожалуйста. Хватит уже, пожалуйста. Да, хочется живого общения. И уж лучше, как бы, в какой-то тишины, там, почитать книжку, посмотреть кино, как бы, в оффлайне, да, чем вот постоянно все эти зумы, конференции и прочее-прочее. Спасибо. Дарья Ткачева, руководитель культурного центра «Пятый этаж», была с нами на связи, вынуждена даже прервать вот эту тему, между прочим, с пресыщением общения, онлайн-общения. Это такая важная тема, которую, я думаю, будем и мы посвящать большое время, и психологи после того, как все закончится, получат большой поток клиентов, которые выбросили гаджеты. Это актуально было для тех, кто не работал, то есть те, кто сидел дома, действительно, у кого работа остановилась на этот момент, а те, кто продолжал работать в удаленном режиме, тут я не думаю, что можно говорить о каком-то присвящении. Я ни одной серии, ни одного сериала за карантин не смогла практически посмотреть. У тебя просто двое детей. Да, мы подключаем Дмитрия Шиляева, просто я звукорежиссеру нашему даю сигнал о том, что пауза наша будет немножечко побольше. Да, галерея «Прогресса» на самом деле закрылась, наверное, первой вообще. Да, пожалуй, из коммерческих культурных учреждений закрылась первой, из негосударственных, простите, некоммерческая, потому что же предприятие. И Дмитрий был очень печален, на самом деле, когда последний раз был здесь у нас в студии, вот попытаемся узнать у него сейчас, как дела. Да, полтора месяца прошло. Дмитрий, добрый день. Да, добрый день, Анна. Добрый день. Дмитрий, у нас не очень много времени. Вот очень коротко, эти полтора месяца, как вы пережили? Будете ли что-то делать завтра? Ну, вы знаете, у нас есть правила, которые нам оставили братья в бизнесе Дорофеева уехать в город Краснодар, непрерывно действовать, несмотря ни на что. Да, действительно, в начале пути того, что начало происходить, это вызвало большую, великую грусть, шок. Ну, шок — это всегда последствия такие, что нужно какое-то время понять, что происходит, и начать действовать. Мы закрылись 19 марта, 18 марта мы работали последний день, 19 марта закрыли, на сегодняшний день мы оффлайн никак не присутствуем. Вот. Но, учитывая этот фактор, мы сейчас двигаемся в сторону, собственно, как бы онлайн, и готовим сайт о наших проектах, которые были реализованы в течение 10 последних лет. — Угу. — Потому что было сделано много интересного, и хотелось бы, чтобы люди... Ну, это, как говорится, по просьбам телеверителей раньше так говорили, сейчас люди говорят, вы хотя бы оффлайн не работаете, мы не можем попасть на выставку сделать, а хотя бы то, что было... — Чтобы мы могли посмотреть. Ну, к завтрашнему дню что-то подготовили? — Нас любезно пригласил Вятский государственный университет поучаствовать в акции «Ночи музеев». — Вятский государственный университет я, с вами, всех собрал, да, Алексей? — Да. — Дмитрий, привет. Алексей Костин, прости, что вырываюсь, очень рад тебя слышать. Мы всегда открыты в сотрудничестве с галереей «Прогресс». — И это прекрасно. Спасибо вам. — Да, то есть вы участвуете как раз вот в этом проекте «Место музея», да? — Да, там несколько проектов, и мы, в том числе, участвуем тоже, да. — Да, Дмитрий, спасибо большое. Это большая, очень радостная новость, на самом деле, да, что вот всё, что было сделано в галерее «Прогресса», сделано было, правда, очень много интересных каких-то, да, вещей, необычных для Кирова. Это всё теперь, ну, через какое-то время продолжительное, может быть, появится в сети, будет лежать там, и будет возможностью всех посмотреть. Дмитрий Шеляев был с нами на связи, директор Центра современного искусства галереи «Прогресса». Мы ещё раз слушателям нашим напоминаем, что очень многие наши музеи принимают участие в проекте, который инженериум, арт-инженериум Верховного государственного университета задумал, замыслил проект «Место музея». Сегодня он уже, ну, практически так, приоткрывается, немножечко в 8 вечера будет интеллектуальная онлайн-игра, вот. А завтра в таком полноценном режиме... — Арт-марафон. — Арт-марафон с... — 16.00, да, и до полуночи. — Всё, спасибо. На страничку арт-инженериума заходите в ВКонтакте, лайв, подчёркивание... — Мьюзиум, подчёркивание, 2020. — Всё, спасибо. Благодарим. Алексей Костин, Алексей Торопов. — Спасибо. — Это Палеонтологический музей. С нашими гостями в студии прощаемся, меняем их на других гостей, потому что сейчас мы будем говорить ещё про Энерго-ночь. Продолжаем культ поход. Как Анна уже правильно сказала, во время перерыва поменяли мы гостей. Светлана Занько... — Добрый день. — Подожди, я сейчас посмотрю твою должность. — Руководитель информационного центра атомной энергии в Кирове. — Это привет, да? — Привет. — И Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировского филиала «Паут и плюс». — Всё правильно, всё правильно. — Отлично. Мы сейчас будем говорить про ещё одно мероприятие, традиционное для ночи музеев — это «Энерго-ночь», так называемое. Её проводят энергетики. Это всегда очень ярко, всегда очень необычно, всегда очень творчески. А в этом году вы, я так понимаю, объединили усилия ещё с Вятским государственным университетом, мы и центром информационной... — Видишь, ты тоже центром атомной энергии. — Я хотела сказать, центром ИЦАУ. — Да, да. — Да, и на самом деле не хотелось просто отказываться от старой доброй традиции, хотя мысли такие были. И коль скоро у нас нашёлся такой очень клёвый и технически подкованный партнёр, потому что без него, я не знаю, как мы... Вот вчера сидели два технических специалиста, обсуждали, как все эти стримы будут организованы через разные платформы, через разные площадки. То есть это вообще какой-то для меня космос. Но наша задача, чтобы это было интересно. И сразу скажу, что у нас, коль скоро это интернет, он не привязан к локации, мы афишируем уже на межрегиональном уровне этот проект, и я думаю, что к нам будет подключаться изрядная доля уже из других регионов. Это очень-очень здорово. Да, действительно, потому что и УТ-плюс, понятное дело, огромное количество филиалов, офисов и сотрудников. У информцентра по атомной энергии 19 офисов. Федеральный экологический оператор, соответственно, тоже всё это репостит. Плюс ещё ВИАДГУ с огромной своей аудиторией. Кроме того, надо сказать, что у нас в партнёрах есть ещё и Горэлектросеть. Да, Таня Михайлова с нами. Она будет вести одну из самых интересных площадок, интересных с точки зрения слушателей, потому что можно не просто послушать какие-то новые интересные факты про энергетику для себя, узнать, но и заработать призы, там, колонку мобильную, наушники беспроводные. Так по-подругому, по-подругому. Но для этого нужно, понятно, зайти на квиз. Всё есть в группах. Так, сейчас давай по порядку, да? Зарегистрироваться, это несложно, тем более это можно через социальные сети сделать и, в общем, прослушать, вернее, присоединиться, если я не ошибаюсь, это будет в 6 часов у нас вечера. Сейчас всё скажешь, подождите, всё по порядку. Так, подождите, сначала, вот Олег сказал, что участников несколько. Я так понимаю, что трансляции будут вестись параллельно в нескольких группах, или я ошибаюсь? Верно. Значит так, товарищи. Первое, что главное, нужно сказать, это про энергию. Разные виды энергии, разные способы выработки, передачи, сохранения, экология. Это всё наша тема. Значит, мир бежит вперёд, мы бежим вместе с ним. Второе. Наша энергоночь начинается днём с 14.00 и закончим мы в 9 вечера. Как только стемнеет, так вы сразу и закончите. Это, наверное, абсолютный рекорд. И закончим мы в 9 вечера. И дальше энергетики пойдут зажигать фонарики. Дальше. У нас всё идёт в прямом эфире. Нет ни одной записи. Это всё идёт в прямой эфир, онлайн, живые люди, с общением с людьми. То есть все, кто нас будут смотреть, слушать, могут нам писать, задавать вопросы, отвечать на вопросы и выигрывать призы. Среди призов, как уже было сказано, колонки, наушники, научно-популярная литература. Это важно прям, да? То есть можно ещё поиграть и выиграть. Делать это можно всей семьёй, по отдельности, компаниями, выбрав удобное для себя время, потому что очень много разных активностей. Возрастные ограничения есть у площадок? Нет никаких ограничений. То есть 0+. Да. Спасибо. Значит, энергия исключительно 0+. Смотри, а вот эти розыгрыши, да, которые с призами, это будут какие-то викторины или что-то нужно будет делать? И вот сейчас мы пойдём по площадкам. В 2 часа дня в группах ВКонтакте Энергоночь. Есть такая группа. Энергоночь. Она сопровождает не только фестивали, но вообще... Энергоночь 2020. Энергоночь 2020. Набирайте ВКонтакте, заходите в эту группу. Или в группе ВКонтакте ИЦАЯ Кирова, да, ИЦАЯ Кирова, информцентр по атомной энергии Киров. И там, и там будет идти трансляции онлайн. И там, и там можно писать комментарии и участвовать. Ну и в группе Кировского филиала Т-клюк тоже, да? Наверное, да. То есть технически, если это обеспечим, но точно на Энергоночь не ошибётесь и найти её просто. Да, совершенно верно. ИЦАЯ тоже найти просто. У нас почти тысячи подписчиков сейчас. И можно сейчас зайти подписаться на ИЦАЯ Кирова или на Энергоночь 2020. Можно туда и сюда. В 2 часа дня. Детская площадка «Магия тепла». Та-дам! Олег рассказывает. Ну, я не буду раскрывать все карты. Скажу, что это будет наш специалист. Энергетик тепла. Энергетик тепла. Совершенно верно. Это настоящие? Энергетик читает мысли. Настоящее имя этого энергетика. Мне кажется, они читают с бумажки на лице. Он будет рассказывать про магию тепла, про то, как она получается, про историю вообще появления такой темы, как централизованное теплоснабжение, про то, как в том числе можно сберегать, чего нужно бояться, опасаться, что такое пассивный дом. Что такое умный дом? Я знаю, что такое пассивный дом. Придется завтра зайти в группу «Энергоночь 2020». Тема странная немножко, когда вообще-то не требуется отопление дому. Ничего себе. Вот. Ну, естественно, там все это в наглядной форме, и я думаю, что доступно для детей. Но остальное я пока рассказывать не буду. Это детская площадка. Это детская площадка. Магия тепла, детская площадка. Она будет, безусловно, интересна, наверное, и взрослым. Особенно, как сделать тот дом, в котором вообще не надо отопление. Надо смотреть всей семьей. И, внимание, всей семьей. И если родители принимают участие в учебной жизни ребенка, понимают, что прямо после детской площадки можно написать проект. Например. Выбрать тему как минимум. Легко. Дальше мы планируем, что в 15 часов у нас будет площадка, которая называется «Чай без галстука». Неформальный разговор о жизни, карьере и энергетике. Карьере? И карьере в энергетике. Жизни, карьере, энергетике и карьере в энергетике. И мы планируем, что участниками будут Валентин Николаевич Пугач, ректор Вятского государственного университета. А говорить он будет с выпускником Вятского государственного университета Александром Корчагиным, который сейчас возглавляет компанию «Нововинт». Что за компания? Это компания «Структура Росатома». И это компания, которая строит в России, начиная с 2017 года, планировочными решениями занимается. И строит в России первые гигантские промышленные ветряные электростанции. То есть это зеленая энергетика? Зеленая энергетика не только строит электростанции, но локализует производство, вот эти ветряки там производит, да, и разрабатывает разные другие бизнес-проекты. Александр Корчагин не только в «Нововинде» работает, он занимается еще много чем. Мы не знакомы были с этим человеком. Замечательно, что у нас есть такие выпускники. Интересно будет именно послушать, как человек, который там закончил ВИАТГУ, где нет вроде ни атомки, ни ветряной энергетики, ничего такого нет, пришел к этой компании, как он прошел этот путь, как это все развивалось. Задать ему можно будет вопросы онлайн. И вот такое знакомство мы планируем с 15 до 15.40 примерно. Здесь мы поставим маленькую запятую, уйдем на рекламу, и через полторы минуты вернемся. Олег Прохоренко, Светлана Занькова в нашей студии. Культ Поход Программа «Культ Поход» на этот раз без розыгрыша призов, потому что нам пока нечего разыгрывать. Ох, надо было подготовиться. Нет, нет, подождите, подождите. Мы сегодня анонсируем розыгрыш призов у наших гостей. Светлана Занько, ИЦАО, информационный центр атомной энергии, Олег Прохоренко, ПАУТ и Плюс Кировский филиал. Мы говорим про «Энергоночь», во время которой, на площадках которой будут разыгрываться завтра в том числе призы. Много. Значит, завтра, 16 мая, в субботу, с 2 часов дня до 9 часов вечера, на площадках «Энергоночи» и «ЦАЕ», это группы ВКонтакте «Энергоночь 2020» и «ЦАЕ Кирова», куда можно прямо сейчас зайти, зарегистрироваться, посмотреть афишу и себе накликать, чего вы хотите завтра посмотреть, где поучаствовать. Мы будем проводить раз, два, три, четыре, пять. Пять секций. Итак, детская площадка с 2 часов, с 15 часов «Чай без галстука» Валентин Пугач и Александр Корчагин о неформальный разговор о жизни, карьере и энергетике. Это, мне кажется, очень хорошо будет для ребят подросткового возраста и выпускников, и их родителей. И в 16 часов, и это важный кусок такой, это истории энергетики Вятки, с нами будут на связи Антон Касанов и Евгений Питонин. О, отлично. Такая исторически-крывическая экскурсия. На самом деле, я сам с удовольствием буду слушать Антона, потому что, зная об энергетике Вятки, об истории энергетики Вятки довольно много, удивляюсь, как он умеет находить изюм еще из того, ну, он человек, который имеет доступ к архивам, и я у него впервые, например, прочитал о том, что фотограф Вятки Лобовиков первым в Европе вообще открыл электрифицированную студию, фотостудию на Вятке. Для этого пришлось построить целую линию электропередач от первой электростанции, которая здесь на углу Спасской, и Никольской, Карла Маркса, да, до фотостудии вдоль улицы Московской. А если бы ты видел, что готовят еще Евгений Питунин... А Евгений Альбертович чем хорош? Он очень многое ведь помнит еще, да? Он человек... Знаешь, в контексте Лобовикова это звучало очень странно. Нет, 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 подождите. А сразу после Лобовикова был Евгений Питунин. Да, я хотела сказать, что Евгений Альбертович, там, в отличие от Антона, он застал те времена, когда энергетика-то здесь развивалась, именно промышленная энергетика в том числе. То есть вот эти заводы, которые здесь уже начинали работать после войны на таких вот оборотах, да, более серьезных... Как ходили первые троллей, да, 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 он все это застал, да, ну или из разговоров прям, ну, практически, там, родители, товарищи. Смотрите, да, вот Антон Касанов с прекрасным своим проектом «Пешком по вятке» сам уже в онлайне дает регулярно, я не знаю, сколько раз в неделю, но много раз в неделю у него паблик токи, когда он не просто лекции читает, он рассказывает и общается со слушателями, отвечает на вопросы. Огромное количество людей его в онлайне смотрят. Это здорово. Мы тоже, вот Антон Сецао уже сделал несколько проектов, и всегда они пользуются большой популярностью, причем смотрят на федеральном уровне, там смотрят люди из разных регионов и пишут из разных регионов. Евгений Альбертович, естественно, конечно, известен нашим слушателям эховским по программе «Сделано в вятке», где год за годом мы не только там события, которые в вятке развивались, происходили, разбираем, но и в масштабах страны и мира. Последний год был 80-й, по-моему. А мы сейчас, как раз, пока идет карантин, и пока не может Евгений Альбертович лично здесь присутствовать. Повторяете. Повторяете эти выпуски, сегодня как раз, вот, собственно, после 13 часов будет очередной повтор, не знаю, какой год, но повтор будет. В общем, Евгений Альбертович известен тем, что он рассказывает очень вкусно, и когда он начинает рассказывать, ты прямо вот погружаешься в эту атмосферу и начинаешь ощущать свидетель. Значит, Антон Касанов будет рассказывать про развитие энергетики на вятке до революционного периода, а Евгений Альбертович сразу же после своего рождения, после революционного периода, и до наших дней. Они оба готовятся, и очень важно, еще раз обращаем внимание, опять же, это не лекторий, это не запись, это прямой эфир в интернете, а значит, вы можете писать свои комментарии, свои вопросы, и коллеги будут их обсуждать. Ставить лайки и репосты обязательно. Да, а мы будем вручать за лучшие реплики и за лучшие вопросы научно-популярную литературу от Alpina Nonfiction, и ура, ура, поскольку двери наши открываются, вот в ближайшее, я думаю, время мы уже напишем в нашей группе ВКонтакте, в ИЦАИ, и в Энергоночь тоже напишем победителям, когда можно прийти будет и эти книжки забрать, они классные, толстые, яркие, клевые, но очень популярные. Я знаешь, чего опасаюсь? Единственное, так как мы на межрегиональном уровне, что придется... Призы раздавать в другие города. Да, и потратиться еще на почту и курьерскую службу. Нет, 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 а почта России работает тоже в каком-то формате лайки. Вот смотри, что касается колонок и наушников, возможно, а вот что касается литературы, то ИЦАИ у 19 центров в разных регионах, можно будет прийти в ближайший. У нас тоже есть филиал, но во Владивостоке, к сожалению, нет. Это да, это согласно с тобой. Ну, почтой. Вечерней лошадью. Мы тоже договаривались, что что-то можно выслать почтой, ну, то есть можно будет в любом регионе забрать свою книжку. В 18 часов будет, то есть в 16 часов история энергетики вятки, а в 18 часов будет квиз «Сила ума». Квиз — это интерактивная игра в интернете. Вот это та самая площадка, которую Татьяна Михайлова, по-моему, да, готовит? Да, она готовит вопросы, и они будут вместе с экспертом, с нашим замечательным рассказчиком и учёным Андреем Александровичем Пятиным. Он руководитель группы сводного анализа теплотехнической службы кировского филиала. Он кандидат технических наук. До последнего времени преподавал в ВИАТГУ. И, ну, очень уважаемый с точки зрения теплотехники человек в Кирове, области и даже за пределами, вот, он будет разъяснять суть ответов на вопросы, уже дополняя их какими-то тоже интересными фактами. То есть у людей будет сначала возможность ответить самим? Смотри, ты садишься, 18 часов запуск. Ну, то есть надо заранее просто зайти, кнопочку нажал, у тебя идёт обратный отсчёт. Выдам секрет, там будет минут 10 для того, чтобы зарегистрироваться, если ты не успел. Пока идёт вводная часть, но будет время X. Примерно 18.10. Стартует викторина сама. И там нужно будет быстро, оперативно, потому что она одновременно идёт для всех отвечать на вопросы, выбирая из 4, 3 или где-то 2 вариантов. Ну, вот смотри, у тебя запускается таймер. Пошёл вопрос. Слайд. И 4 варианта ответа. То есть вопрос, 4 варианта ответа. Ты жмёшь на кнопку, которую ты считаешь верной ответ. 30 секунд на каждый ответ. В течение 30 секунд. Это как ЕГЭ, извините, пожалуйста. И сразу видно результат, верно или неверно, ты на этот вопрос ответил. И сразу видно, сколько у тебя баллов тоже. Тоже видно. И видно, сколько человек играет. И кто, значит, вырывается вперёд. Но мало того, учитывается не только правильность ответов. Но если будет там 5 человек, которые ответили правильно, мы всё равно без труда сможем определить лучшего, потому что учитывается ещё время, за которое человек ответил. То есть он открыл вопрос, один ответил за 5 секунд, другой за 10, а третий только к концу этой полуминутки. И победит именно тот, кто затратит на это меньше времени. Поэтому, если вы думаете, что можно где-то будет погуглить, я вас разочарую. И вопросы будут такие, что их не нагуглишь за полминуты. Лучше сосредоточиться, подумать, потому что они, как правило, имеют какие-то подсказки. А что за вопросы, кстати, будут? Хотя бы область, чтобы люди могли подготовиться. Вопросы по энергетике, безусловно, связанные с нашей отраслью, как по истории, так и какие-то любопытные случаи, факты даже там про электрический стол. Это не только Кирова касается, естественно. Не только Кирова касается, безусловно. Но истории энергетики Вятки там тоже будет касаться несколько вопросов. Про удар молнии и так далее. То есть там вопросы из области общих знаний, связанных с энергетикой. Да. Ну и вот заканчивается. Ты видишь, какое у тебя место. И сколько первых мест будет награждено. Я не знаю, сколько у вас призов. Ну, я думаю, что до 10 человек мы точно осчастливим. До 10 человек. Это много. А если информационный центр по атомной энергии еще пару книжек тоже выделит на победителей. Ну, это много. Прям человек 12 могут получить призы. Так что шансы очень немаленькие. Понятно, что призы какие-то там, ну, про ту же колонку, наушники, они, наверное, достанутся победителем обладателями. Самым лучшим. Самым лучшим, да. Но поучаствовать, побиться и, в конце концов, послушать интересные факты в продолжении лекции, которая была до этого. А может быть, какие-то вещи, которые в квизе, они будут уже рассказаны в лекции Антона Касанова и Евгения Питунина. А может даже на детской площадке. А может на детской площадке. Поэтому рекомендуем запастись сначала знаниями, а потом приступать к квизу. Дальше. 19 часов. Большая площадка. Финальная сессия. Да, 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 да. Это паблик ток, открытый разговор, зеленая энергетика. Мы будем говорить о развитии в России и не только в России, генерации на возобновляемых источниках энергии. Мы говорим о настоящем и уже заглядывая в будущее. И мы ожидаем до участия трех замечательных совершенно спикеров. Мы будем говорить, спускаемся со звезд на землю, что называется. Мы будем говорить о солнечной энергетике. Мы будем говорить о энергии ветра. В России строятся ветрогенерирующие электростанции сейчас. И мы будем говорить о выработке тепла и электричества при переработке мусора. Ценно то, что это не теоретики. Это не люди. Это практики, это руководители компаний, которые этим уже занимаются. То есть они могут непосредственно рассказать, как это происходит. Это представитель нашей компании, это плюс возглавляющий как раз дивизион, где есть солнечная генерация, и четыре станции уже работают, вырабатывают ток. Это представитель Нововинда, которая тоже уже не первую, наверное, площадку открыла. Это дочка Росатома, и вот Корчакин, который будет у нас в три часа. Вот здесь он будет говорить непосредственно о будущем зеленой энергетики. О, не о будущем, а о настоящем. О настоящем, а о будущем, потому что настоящая пока, извини, пожалуйста, не так большой, не так высок процент. Классно, что у нас вообще есть началось, правда же. И очень интересный у нас будет спикер из Германии Светлана Бегессе. Это компания, которая крупнейшая в Европе, которая занимается переработкой мусора, и которая, мы, может быть, не знаем до сих пор, потому что у нас пока ничего этого нет. При переработке мусора также генерируется электричество и тепло, которое на западе целые поселки и города обеспечивают. И называются-то они в Германии. Как ты же был там? Это электростанция. Это не завод по сжиганию, это электростанция полноценная. Только вместо угля, торфа, мазута, газа там сжигаются... Отходы. Не все. Не все. Только сухие отходы, отсортированные, без стекла, металла и органики. И по калорийности, как мне рассказывали немцы, когда я был в Кельне на такой станции, они по калорийности соответствуют примерно бурому углю. Друзья, отличная секунда у нас осталась. Да, но надо сказать, что компания Реймондис, она не только в Германии работает. Это единственная компания в России, иностранная компания, которая является региональным оператором по мусору в Мордовии. Может быть, Мордовия нас всех обгонит, и там будет вырабатываться электричество. Мало того, что им достался стадион футбольный, они еще и компания Реймондис. Благодарим. Олег Прохоренко, Светлана Занько. У нас, к сожалению, совсем не остается времени. Пожалуйста, завтра заходите на площадку ИЦАО в Кирове и на площадку Энергоночь 2020. Вконтакте ту и другую можно найти. Возможность выиграть замечательные призы с двух часов дня. Все начинается. Мы с Дарьей Топузлеевой на этом прощаемся. Программа Культпоход завершается. До свидания. Всего доброго.